Еще полгода назад это место люди обходили стороной. Здесь лежал мусор, сквозь который прорастали кусты. А сейчас в сквере у храма Кирилла и Мефодия полный порядок. Детская площадка с антитравматическим покрытием, лавочки, газоны, хорошее освещение. Все это здесь появилось буквально за несколько месяцев. Отремонтировали территорию от А до Я по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Раньше был здесь лес непроходимый. Сейчас здесь сделали для детей площадку. Много разных качелей, домиков, горки. Вот я смотрю. Ну и в общем-то все очень красиво. Достопримечательности Крыма в Самаре. Такова задумка авторов дизайн проекта Крымской площади. Долгое время эта территория была заброшена. Теперь она преобразилась. Здесь можно отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу курорта. Главные достопримечательности – Воронцовская ротонда, 9-метровый ялтинский маяк и мозаичное панно «Карты Крыма». Новые арт-объекты пользуются популярностью у местных жителей. Самарцы отдыхают на волнистых скамейках, любуются видами. Более проработанное на стадии проектирования городские пространства. Впервые в конце февраля этого года было собрано архитектурное сообщество Самарской области, где при участии главы города именно профессионалы, дендрологи, экологи, архитекторы, дизайнеры еще раз пересматривали каждый дизайн проект и вносили свои профессиональные правки. Облагороженное общественное пространство и дворы – одно из приоритетных направлений обновленной стратегии развития Самарской области до 2030 года. Ее создавали с учетом более 900 тысяч предложений жителей региона и скорректировали в соответствии с задачами 12 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Формирование комфортной городской среды – одно из направлений нацпроекта «Жилье и городская среда». Его реализация в области проходит под контролем главы региона Дмитрия Азарова. Сегодня уже было сказано, насколько важно вовлечение людей в этот проект, в этот процесс проектирования будущего региона. Совершенно очевидно, что человек, который имеет отношение к разработке долгосрочной стратегии, он в большей степени связывает будущее свое, своей семьи, своих детей именно с нашей родной землей. В 2019 году в соответствии с итогами общественного голосования особое внимание было уделено благоустройству общественных территорий, их число увеличилось до 178. А самое главное, все мы видим, что это совсем иной качественный уровень благоустройства, организации городских и сельских пространств. Подчеркнули индивидуальность и сквера Фадеева. Теперь его не узнать. Детский игровой комплекс в космическом стиле, спортивные площадки, беговая дорожка, уникальная в своем роде. Такого покрытия в Самаре нет нигде. Скамейки, новый газон, автополив. Точкой притяжения горожан стал бульвар Металлургов и площадь Мочалова. Масштабный ремонт должен стать импульсом развития района. Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили около сотни дизайнерских скамеек и три десятка так называемых бульварных диванов. Урны практически на каждом шагу. В темное время теперь не менее комфортно. Уют создают 60 новых светильников, которые дают рассеянный свет. Появилось ноу-хау для пешеходов и водителей. Мощеный пешеходный переход. Плитка разных цветов. Теперь коммунальщикам не придется каждый год обновлять рисунок зебры. После такого наш ремонт прекрасный. Все нравится. Но я лично очень рад. По программе формирования комфортной городской среды только в прошлом году облагородили около 400 дворов и более 100 скверов, парков, бульваров, аллей. А в этом году около 100. Кроме того, благодаря экономии, сложившейся при проведении конкурсных процедур, удалось увеличить количество благоустраиваемых в 2019 году дворов с 272 до 295. При этом отбор объектов для обновления, формирование проектов их будущего облика, контроль за качеством работ ведутся совместно с жителями. Благоустраивается не только Самара, но и все районы области. Елена Малютина, Василий Ковдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok